Здравствуйте! С вами Анна Спицы и это канал о вязании. Сегодня я вам покажу, как делать вот такие меховые помпончики. Такие помпоны я делаю специально для своих игрушек. Помпон такой делается из обычной пряжи, он очень такой пушистенький и выглядит как будто настоящий. Такой помпон можно сделать и для шапочки ребенку, и на шарфик. Итак, для создания такого помпона нам понадобится пряжа. Я рекомендую брать шерстяную или полушерстяную пряжу. Я буду использовать вот такую пряжу Alize Lana Gold Fine, у меня цвет 684. Далее нам понадобится помпонница, у меня это фирма Гамма. Я буду делать помпон диаметром 3,5 см. Также нам понадобятся острые ножнички и пуходерка. Такую пуходерку я купила в обычном магазине, в отделе все для животных. Вместо такой пуходерки можно использовать обычную расческу с мелкими зубчиками. Итак, берем нашу помпонницу, она выглядит вот таким образом. Если перевернуть ее на изнаночную сторону, то с левой стороны мы видим у нас дырочки, а с правой стороны у нас вот такие выемки. Берем вторую, такую же аналогичную помпонницу и прикладываем дырочки к выемкам. И здесь у нас тоже получается дырочки прикладываем к выемке. Вот таким образом. Держим нашу помпонницу, прикладываем нашу нить, захватываем ее и начинаем обматывать. Самое главное, смотрите, чтобы вот здесь не оставалось пробелов. Я наматываю сначала очень медленно в нить, чтобы все пробелы у нас были закрыты. И двигаюсь вот так, начиная слева направо. Вот эту ниточку мы отправляем вниз. Заматываем ее. Не забывайте, чтобы в конце, вот здесь по краям, что здесь, что здесь, ниточки были намотаны, чтобы у нас здесь не было пробелов. Я наматываю очень много, чтобы помпончик был у нас очень пушистым. Так, наматываем. Дело уже у нас пошло побыстрее. Вот тут будьте внимательны, когда наматываете по краям, чтобы нить у вас не замоталась и куда-нибудь не ушла в сторону. Я не люблю жидкие помпоны, поэтому я вам не рекомендую наматывать пряжи понемножку. Не экономьте пряжи, а наматывайте очень обильно. Если вы боитесь по поводу того, что вы потом не прорежете нитку, то не волнуйтесь. Я вам покажу, как это сделать, чтобы ниточки у вас все аккуратненько подрезались. Итак, я обильно намотала помпон. Теперь я вывожу нитку наверх, отрезаю ее. И теперь я поворачиваю нашу помпонницу в другую сторону. И наматываю так же, как и предыдущую. Итак, я намотала вторую часть помпонницы. Отрезаю нить. Далее складываю я нашу помпонницу вот так пополам. С одной стороны соединяю и закрепляю ее. И с другой стороны я делаю то же самое. Закрываю нашу помпонницу. Теперь нам нужно порезать вот эти нитки с этой стороны и с этой стороны. Я беру острые ножнички и начинаю вот такие подрезать. Так я делаю и со второй стороны. Итак, я подрезала, откладываю в сторону. Теперь хотелось бы сказать, если вдруг вы делаете большой помпон, вот как, например, здесь у меня диаметр помпона получается 7 сантиметров. И я намотала много пряжи. Пряжа тонкая, ее будет тяжело резать вот здесь. Поэтому я вам советую делать вот так. В таких помпонах я беру первый слой пряжи и надрезаю. То есть я захватываю буквально несколько ниточек и надрезаю их. Затем тут же режу второй слой. И затем я режу третий слой. Снова первый слой. Затем второй слой. И теперь уже третий слой. И вот так до конца я разрезаю наши ниточки. Сразу резать все нитки я вам не рекомендую. Иначе у вас ножницы могут выйти из строя. Какими острыми они не были. Режьте вот так слоями. Если у вас выйдет два слоя, режьте два слоя. Если три, режьте три. Но если вдруг у вас получается четыре слоя, то делите, значит, вашу нить на четыре слоя. Первую половину я порезала. Переворачиваю. И режу уже вторую. Опять режу слоями. Верхнюю сначала часть. Потом среднюю. И самую нижнюю. Так режем до конца. Итак, вот такие помпончики у нас получились. Далее мы берем нашу нить, из которой делали помпон. Конец нити достаточно длинным должен быть. Если у вас нитка тонкая, то берите нить в два сложения. Итак, я буду брать нить в два сложения. Закладываю ее в серединку. Затем поворачиваю на себя. Затем я завязываю. Не на узел, просто. Затягиваю. Сильно-сильно затягиваю. Затем поворачиваем еще раз наш помпончик на другую сторону. И вот теперь мы завязываем его на узелок. Опять повторюсь, что если нить у вас тонкая, делайте в два сложения или даже в три сложения. Потому что, когда вы будете затягивать вот так туго-натуго вашу нить, пряжа может просто-напросто порваться. Далее я раскрываю наши помпонницы и убираю их. Больше они нам не понадобятся. Итак, у нас получился вот такой помпон, но это еще не все. Эти ниточки мы отрезаем, оставляя их длинными где-то сантиметров 12. Помпончик откладываем. То же самое делаем со вторым помпоном. Итак, получились у нас вот такие помпончики. Вот этот, напоминаю, у нас 3,5 сантиметра в диаметре. Видите, они какие разные. Этот мы только что вытащили из помпонницы. Он такой неровный, некрасивый. А этот такой милый, пушистый и меховой. Смотрите, как они отличаются. Сделаны абсолютно на одинаковые помпоницы, но выглядят по-разному. Что же я делаю дальше? Дальше идет самая грязная работа. Далее вы можете использовать ненужную вам бумагу или сразу стричь свои помпончики в мусорный пакет. Отложим хороший помпон в стороночку. Берем острые ножницы. Я буду срезать где-то 5 миллиметров. Так режем весь помпон. Все волосики должны быть приблизительно одинаковые. Если вы не переносите шерстяную пыль или вы аллергик, то вы можете одеть маску. Потому что это очень пыльная и грязная работа. В зависимости от того, какая у вас пряжа, разговаривать я вам тоже не рекомендую. Потому что у вас во рту будут присутствовать волосики. И так стригем его, стригем, стригем и стригем до тех пор, пока он у вас не будет ровненький. И не забывайте, вот там где у нас проходят нитки, на изнаночной стороне, тоже нужно постригать. Чтобы помпон у вас был абсолютно одинаковым со всех сторон. Но смотрите, не отстригите эти нитки. Потому что благодаря этим ниткам вы можете крепить свой помпон или на шапку, или на шарфы, или куда там захотите. Вот такую прическу мы делаем нашим помпончиком. Только не переусердствуйте, не сделайте его лысым. Периодически стряхивайте помпончик. И видите, после стряхивания длинные волосики сами вылезут. И вы их можете спокойно отстричь. Не пораньте себе руки. Сделала я грязное дело, постригла наш помпон. Теперь я беру вот такую пуходерку. Эту пуходерку можно заменить обычной расческой с мелкими зубчиками. И теперь мы вот этой пуходеркой не расчесываем наш помпончик, а втыкаем в него зубчики и начинаем его вот так теребить. После этого слегка, слегка можете его вот так подергивать, как будто слегка расчесываете. В это время летит вся шерстяная пыль и разговаривать я вам не рекомендую. С изнаночной стороны мы тоже все прочесываем. Вот эти нитки прочесывать не нужно. Если вы сделаете такой помпончик своему животному, я думаю, он будет очень рад. У нас уже получается помпон, и местами он неровно был пострижен. Поэтому я его немножко подровняю, чтобы пушок наш был одинакового размера. Итак, еще разочек расчешем. Вот такой у нас получился помпон. И не забывайте его с этой стороны тоже прочесывать. Вот такие помпончики у нас получились. То же самое проделаем и с большим. Итак, вот такие помпончики у меня получились. Они выглядят, как будто меховые. На самом деле это обычные помпоны. Вот так выглядят помпоны до того, как мы их обрежем и расчешем. А вот так помпоны выглядят уже после того, как мы их пострижем и расчешем. Выглядят, как будто покупные. Хотелось бы предупредить, что обрезать помпоны и расчесывать это очень грязная работа. После этого нужно все-таки пропылесосить, протереть пыль, потому что повсюду летает вот этот ворс от пряжи и вокруг грязно. Если вы аллергик, то будьте внимательны, работайте в маске и обязательно потом сделайте влажную уборку. На этом у меня сегодня все. И не забывайте, вязать это просто. С вами была Анна Спица. Увидимся в следующих выпусках.